здравствуйте ребята начинаем с вами урок русского языка устная и письменная речь вида речевой деятельности а также раздел здравствуй мой казахстан с этой темой вы уже знакомы значит у вас уже есть понятие что такое устная что такое письменная речь для чего нужна речь человеку речь помогает нам общаться делиться мыслями чувствами договориться о чем-нибудь согласовывать свои действия похвалить развеселить рассмешить предостеречь посоветовать остановить а теперь устная речь и ее разновидности диалог правильно это разговор двух людей монолог это выступление одного человека полиглот это человек знающий много языков значит от рождения усвоивший несколько языков от рождения или в раннем детском возрасте выучивший несколько языков как школьные предметы значит таких людей обычно называют полиглот то есть человек который знает несколько языков дальше какая бывает речь ребят устная когда мы слушаем и говорим в данном случае я значит говорю вы слушаете у нас идет с вами устная речь дальше письменная речь когда мы читаем и пишем это относится у нас к письменной речи а теперь ребята мы с вами поработаем по учебнику для начала запишите пожалуйста число классная работа и минута чистописания по речам узнают человека поджигиту судят о его родине после того как вы запишите ребята обратите внимание на первое упражнение внимательно прочитайте высказывание вам дается три высказывания из стихотворения айбергенова моя республика прочитайте интонации чувства и радости любви к родной земле а также вы должны выписать понравившиеся вам высказывания какую речи вы пользуетесь при чтении стихотворения для выполнения какого задания тебе понадобилась письменная речь чем письменная речь отличается от устной какой должна быть правильная речь задание ясно ребята дальше второе упражнение но перед тем как выполнить второе упражнение обратите на виды речевой деятельности мы уже с вами на слайдах показывали но все равно давайте нас на этом еще раз остановимся обратите внимание на схему слушай виды речевой деятельности это слушание говорения чтение письмо виды речи речь бывает устной и письменной ее можно услышать и произнести увидеть и написать речь должна быть грамотной точной выразительной и вежливой а теперь пожалуйста обратите на второе упражнение его выполняете устно рассмотрите внимательно на диаграмму и узнаете как человек использует речевую деятельность то есть внимательно посмотрите согласны ли вы с данными диаграммами данные диаграммы например 30 процентов мы слушаем 20 процентов мы говорим 10 письмо пишем и 40 процентов мы читаем в каких случаях доли слушание говорение чтение или письма увеличиваются проведите эксперимент значит ну естественно вы проведете его в домашних условиях то определите какую речь на уроке какую речь вы использовали больше дома значит письменную или устную речь ну я я думаю что вы больше используете устную речь на ребятки а теперь упражнение третье вы должны списать вставляя пропущенные слова какие глаголы у вас пропущены например я что делаю естественно читал я что делал читал книгу об алматы так дальше учитель что сделал рассказал нам о республике казахстан то есть это упражнение вы выполняете самостоятельно здесь обратите внимание пожалуйста на дополнительные задания например шки буква эстейт ребята это значит значение этого слова вы должны посмотреть словаре в конце учебника а также вам дается разбор по составу слова степных давайте вспомним степных сперва мы с вами находим окончание значит затем корень степ н у вас что суффикс молодцы вы можете выполнить и разбор по составу прямо в упражнении дальше работаем ребята а теперь это очень интересно ребята человеческая речь является просто чудом при разговоре мы синхронно задействуем около 100 100 мышц груди шеи челюсти языка и губ человек может произносить до 14 звук в секунду представляете значит очень интересная информация да ребята и самостоятельно следующее четвертое упражнение вы выполняете самостоятельно для начала прочитайте пословицы объясните их смысл с какого о какой речи говорится в них первое например умные речи приятно и слушать здесь у вас применено что устные значит а какое у вас какая у вас речь здесь применена устные вещи меньше говори да больше слушай вежливая речь слаще меда то есть какой а какой речи здесь говорится ребят обусны или описьменный запиши по памяти две пословицы по памяти вы должны запомнить понравившиеся вам пословицы и написать по памяти и а также после того как вы его напишите проверьте по учебнику следующее и для закрепления материала ребята я даю вам упражнение шестое шестое упражнение для закрепления материалом прочитайте слова прилагательного там даются дальше выберите слова для характеристика какой речи которая помогает человеку в общении дополни дополните этими словами предложение запиши его человеку помогает вообще никакая речь то есть вы выбираете естественно вежливые точные значит и так далее значит вы уже хорошо я думаю вы прекрасно справитесь с этим заданием а также к этому упражнению у вас прилагается два разбора первый фонетический разбор слова речь а также разбор по составу грамотные приветливые следующее задание у нас значит это это для закрепления материала на этом у нас значит урок заканчивается значит ребятки молодцы спасибо за работу спасибо 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 Продолжение следует...